Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. В Нью-Йорке открылась 70-я юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Эксперты говорят, по ее итогам могут принять новые правила игры на мировой политической арене. Одной из центральных тем станет вооруженный конфликт на востоке Украины. Также возможен пересмотр некоторых положений устава организации, что скажется на влиянии России в ООН. Сейчас Россия, соответственно, к мнению большинства страны мира, является преступником международного права, грубым преступником, то есть агрессором. Между тем, ООН создана для поддержки международного мира, безопасности, и Россия в таких условиях втрачает, скажем так, моральное право быть членом Ради безопасности ООН и ответить, собственно говоря, за безопасность в мире. Россию хотят лишить права вета, чтобы создать международный трибунал по сбитому над Донбассом малазийскому Боингу. Если это удастся сделать, то позже можно будет говорить об уместности членства России в совбезе ООН. Но, вероятнее всего, этот процесс будет длительным. А тем временем стало известно, что 67 стран-участниц ООН поддерживают воздержание от права вета в Совете безопасности организации. Оно будет предусмотрено в случаях, когда конфликты приобретают особую жестокость. Ситуация в зоне АТО в Украине остается относительно стабильной. За сутки не погиб ни один военнослужащий. Ранение получили два украинских бойца. Стороны почти полностью соблюдают режим прекращения огня. Боевики пытаются вести разведку. Для этого используют диверсионно-разведывательные группы. Виктория используя режим тиши, понимая, что огонь не открывается из украинских позиций, а только может открыться только в ответ. Ворог использует диверсионно-разведывательные группы по некоторых направлениях. В основном для того, чтобы разведать расположение наших позиций, количество склад, уточнить их боевую структуру и так далее. Но все они, пытаясь перейти через первую линию обороны, наступают на наши боевые подразделения и с ними связываются бой. Они пытаются без боя пройти, но их своёчасно выявляют. Тем не менее, они пытаются установить и минные растяжки, сделать свои так называемые минные поля. Но и это также выявляется. На жаль, у нас есть случаи, когда наши бойцы потрапляют на эти пастки. Но это очень редкое явление, и оно не системное. Боевики на Донбассе намерены провести псевдовыборы. Первый этап наметили на 18 октября. Напомню, такой шаг противоречит подписанным в феврале Минским соглашением. Согласно договоренностям, выборы на Донбассе должны пройти исключительно в соответствии с украинским законодательством и под контролем ОБСЕ. Международные наблюдатели уже отказались следить за псевдовыборами на оккупированных территориях. В Сирии увеличилось число детей и младенцев, которые страдают от недоедания. Организация ЮНИСЕФ открыла в некоторых городах специализированные центры. Там детям оказывают неотложную помощь. Об этом далее. ЮНИСЕФ обнародовала видеозапись. В ней дети, проходящие реабилитацию в специализированных центрах ООН. Они работают в Алеппо и Дамаске. Когда Алма поступила в центр, она весила полтора килограмма. Её начали регулярно кормить пастой плампенат. Её состояние улучшилось. Она набрала вес. По данным ЮНИСЕФ, состояние детей тяжёлое. Их дневной рацион очень скудный. Обследования проводят с 2014 года в семьях, которые были вынуждены покинуть свои дома в городах Алеппо, Хама и Дайр-эс-Заур. Состояние Алмы значительно улучшилось благодаря врачам. Они о ней хорошо заботятся. У неё больше нет диареи и рвоты. ЮНИСЕФ не только открывает центры в разных городах Сирии, но и проводит обучение местных врачей и групп волонтёров. Как и ожидается, к концу 2015 года в Хомсе, Хаме и Алеппо откроются 15 новых специализированных детских центров. Таким образом, их общее число достигнет 75. Между тем, на прошлой неделе Совет безопасности ООН одобрил проведение совместного расследования с Организацией по запрещению химического оружия. Они должны будут выяснить, кто из сторон конфликта применял его в Сирии против гражданского населения. Из-за хлористого газа в стране погибли сотни человек. Позже Организация по запрещению химического оружия подтвердила. Этот газ использовался систематически. Пока и правительственная армия, и повстанцы свою причастность к этому отрицают. В Венгрии на границе арестовали несколько групп мигрантов. Напомню, из-за наплыва беженцев там со вчерашнего дня начали действовать более строгие правила в отношении тех, кто незаконно попадает на территорию страны из Сербии. Эти люди, беженцы из Сирии, говорят, что два дня шли пешком вдоль заграждения со стороны Сербии, пока не нашли дыру. Их арестовала полиция. Теперь повреждение забора власть Венгрии рассматривает как уголовное преступление. Некоторые из этих людей вскоре предстанут перед судом, некоторых депортируют. В целом за сутки венгерская полиция задержала 174 человека. Еще 48 мигрантов подали заявки на получение статуса беженца в Венгрии. 16 из них были отклонены в течение нескольких часов. Южную границу Венгрии охраняют усиленные патрули и полиция. К ночи сотни мигрантов обосновали лагерь возле ограждения. Туда прибыл глава МВД Сербии. Он заявил, что вскоре у него пройдут переговоры с венгерскими коллегами. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться права на свободный проход тем, чьи семьи уже пересекли границу. Я постараюсь убедить моих венгерских коллег, позволить этим людям продолжить их путь. А пока мы доставим сюда еду, воду и лекарства. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала провести срочный саммит глав стран Евросоюза. Причина резкого ухудшения ситуации с мигрантами, которые продолжают пребывать в Европу. Саммит может состояться на следующей неделе. Напомню, накануне главы МИД стран ЕС не смогли договориться о приеме 120 тысяч беженцев по квотам между странами Евросоюза. Франция и Германия настаивали на жестких договоренностях о количестве и сроках приема беженцев. Противники введения квот считают, что они спровоцируют увеличение потока мигрантов в Европу. В то же время Еврокомиссия выделит 30 миллионов евро на закупку в странах ЕС излишков молочной продукции. Ее фермеры не могут продать из-за российского продуктового эмбарго. Эти товары передадут вынужденным беженцам. Сделают это в рамках принятой ранее программы помощи европейским аграриям, пострадавшим от ограничительных мер. Общий объем помощи фермерам составляет 500 миллионов евро, из которых 420 поступят в качестве прямой денежной помощи. По словам Еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства и развития сельских районов Филла Хогана, Еврокомиссия будет добиваться большего использования продуктов производства ЕС, чтобы решить гуманитарный кризис, возникший из-за наплыва беженцев. Уволены все руководители Государственной службы занятости Украины и в Центральном аппарате, и в областных подразделениях. Об этом сообщил министр социальной политики Павел Розенко. Это стало следствием скандала с задержанием главы службы занятости Ярослава Кашубы при получении крупной взятки. Процесс заполнения освободившихся вакансий обещают сделать прозрачным. На сегодняшний день те скандалы, которые происходят у нас вокруг службы занятости, они продолжают уже на один десяток раз. И, на жаль, они остановиться не могут, если не будет проведена глубина реформы службы занятости. Призначение нового керевнистра службы занятости будет проводиться. Відкрито, прозоро, не кулуарно, а прямо. Первый контракт будет не больше одного года, то есть на один год, для новопризначенных керевников. За этот год мы сможем абсолютно четко выяснить, насколько эта человек готова реформировать систему, насколько пройдут реальные реформы в областных подразделиях службы занятости. И после этого уже будет приниматься остаточный решение. А кабинет министров Украины утвердит новую тарифную сетку разрядов и окладов госслужащих. Она позволит существенно повысить зарплату высоко квалифицированным работникам бюджетной отрасли. Об этом стало известно на заседании правительства. В первом ряду у нас фактически высококвалифицированные работники, это и вчители, и лекарь, и культура, отримают не плюс 13% до чинного уровня заработной платности, а отримают майже плюс 19% до чинной заработной платности. Что касается пенсионеров и других социальных выплат, минимальный уровень поднятя – это плюс 13%. Для того, чтобы на местах не манополировали с цифрами, для того, чтобы обеспечить гарантованную выплату этих денег нашим лекарям, вчителям, работникам культури, бюджетникам, пенсионерам, кабинет министров сегодня утверждает конкретные цифры по каждому тарифному разряду. Постановлено бывает чинности с момента набуха чинностей внесения изменений до закону про государственный бюджет. То есть парламент проголосует закон про государственный бюджет, и сразу постановлено будет чинности, и сразу мы сделаем нарахование и дополнительные выплаты для 12,5 миллионов украинских граждан. В Украине могут реализовать проект по развитию альтернативной энергетики. Его стоимость – 200 миллионов долларов. Сделать это могут в течение четырех лет. Инвестировать в эту отрасль готовы поляки. По словам директора Центра развития государственно-частного партнерства Евгения Радченко, основным стимулом для них стало изменение тарифов на газ и тепловую энергию в Украине. В Северной Калифорнии продолжают бороться с сильнейшим в этом году лесным пожаром. Огонь уже уничтожил около шести сотен жилых домов. Есть ли успехи в тушении огня и каков прогноз – об этом далее. Вот все, что осталось от современного СПА-курорта в 80 километрах от города Сакраменто. Лесной пожар в Северной Калифорнии уничтожил и жилые дома. В целом сгорели уже почти шестьсот. Огонь уничтожил и сотни других построек. Около девяти тысяч зданий остаются под угрозой. Сообщается о гибели одного человека. Пожар значительно усилился в минувшие выходные. Спасатели пытаются сдержать стихию. Эвакуированы около тринадцати тысяч человек. Люди постепенно возвращаются на свои участки. Многие находят на месте дома лишь пепел. Потеряна одна жизнь в этой катастрофе. Это было безумие. Никогда не видел ничего подобного. Мой отчим много лет работал пожарным. И он тоже никогда ничего такого не видел. Он был в шоке. Хорошо уже то, что люди смогли выбраться отсюда. Теперь просто будем держаться вместе и отстроим всё заново. Весь наш город – большая семья. И здесь нельзя сказать, что вот эта семья потеряла свой дом, а это нет. Те семьи, чьи дома уцелели, страдают так же, как и те, чьи сгорели. Потому что все мы здесь как родственники. Некоторые покидали свои дома в такой спешке, чтобы спастись, что не успели забрать домашних животных и скот. Но нашлись люди, которые позаботились о четвероногих. Доктор Джон Маддиган – профессор в ветеринарном университете. Сейчас ездит с командой добровольцев по покинутым населённым пунктам, чтобы спасти выживших животных. Мы люди, посвятившие себя животным. Здоровым стараемся помочь здесь пищей и водой. Если сюда никто не вернётся в течение двух недель, то мы заберём их в приют. Пока власти штата рекомендуют людям не возвращаться в даже уцелевшие дома. Это всё ещё небезопасно. Музей Родена в Париже готовится распахнуть свои двери после трёх лет реконструкции. Уже известна дата. Это произойдёт 12 ноября в 175-й день рождения скульптора. В особняке 18 века, известном как отель Берон, французский скульптор провёл свои последние годы. Весь первый этаж служил ему жильём и одновременно студией. А сейчас из хранилища в залы возвращаются статуи знаменитого скульптора. Но теперь они станут не просто экспонатами, а частью творческого ансамбля. По-новому выстроенная экспозиция продемонстрирует работы Агюста Родена и расскажет о его жизни. Полномасштабная реконструкция превратила музей в современное выставочное пространство. В 18 залах разместятся многочисленные скульптуры, в том числе гипсовые. Они впервые предстанут перед посетителями и покажут, как зарождалось творчество скульптора и его неповторимый стиль. В одном из залов воссоздадут комнату Родена в таком виде, в каком она была при его жизни. Все экспонаты в музее разместят, соблюдая тематические и хронологические порядки. Помимо скульптур в экспозицию включат графические работы. Также посетителям представят коллекцию картин, собранную самим Роденом. В Киеве отмечают 80-летие национального ботанического сада имени Гришко. Отпраздновать решили необычно, экзотически. Сотрудники хотят привлечь зрителей тематическими экспозициями. Подробности в следующем сюжете. Тибетская мандала в окружении украинского ландшафта. Пока готовы архитектурные элементы. А вскоре здесь появится полноценный сад тибетской природы и культуры. Мандала – это как бы связок с космосом. А ступа – она гармонизует жизнь. Она сприяет миру. Я думаю, что это очень актуально для Украины сегодня. Сад тибетской природы и культуры – одна из экспозиций, которые открылись в рамках празднования 80-летия со дня основания национального ботанического сада имени Гришко в Киеве. Восточную тему должны раскрыть китайские и японские сады, которые только планируют создать. А вот корейский традиционный сад радует посетителей уже несколько лет. Материалы для копии павильона, в котором бывали короли, привезены из Кореи. Из новинок в честь юбилея – сад Анны Ярославны. Его еще называют французский огород. Практически все растения, представленные здесь, можно есть. Вокруг клумбы – лаванда, мята и чабрец. В середине – свекла, капуста, огурцы и перец. Такие сады были в моде во Франции во времена Анны Ярославны. Сейчас их высаживают там при старинных замках. Французский огород – составная экспозиция времена года. В этой части ботанического сада также георгины, хризантемы и вечно зеленые растения. На знаменитом самбодроме в Рио-де-Жанейро начались предолимпийские тестовые соревнования по стрельбе из лука. Карнавальный стадион переоборудовали в стрелковую арену. О первых впечатлениях спортсменов далее в репортаже. Испытать арену прибыли 120 спортсменов из разных стран. Среди них 11 олимпийских медалистов. Генеральный секретарь Всемирной Федерации стрельбы из лука считает, возведенная арена соответствует необходимым стандартам. Думаю, что все сделано прекрасно. Результаты, которые я видел у лучников, показывают, что здесь даже если не будут установлены мировые и олимпийские рекорды, то будут получены высокие баллы. Сами спортсмены по-разному оценивают будущую олимпийскую арену. Это похоже на то, чего я ожидал. Потому что уже видел 3D-изображение. Все хорошо, пожаловаться не на что, все прекрасно. Мне понравилось здесь, но у меня возникли некоторые трудности. Думаю, что они подняли пол, потому что он неплотно прижат. Когда я попытался выстрелить, он качнулся немного. Это влияет на мою концентрацию и, возможно, на результат. Тестовые соревнования по стрельбе из лука продлятся в Рио-де-Жанейро до 22 сентября. Все это время здесь будут присутствовать 77 членов Олимпийского оргкомитета, около 400 рабочих и больше сотни волонтеров. Это были главные события из жизни мира и Украины на сегодня. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова